Ульяновский драматический театр Премьера «Дядя Ваня» по пьесе Артона Павловича Чехова Бананово-лимонном Сен-Гапуре В буй, когда поет и плачет океан Берешь пьесу, читаешь внимательно несколько раз и находишь свою тему А как только находишь свою тему А в любой пьесе есть тема, которая тебе близка Большей или меньшей степени Тут начинается процесс Увлекаясь, увлекаясь Тянет за собой И получаешь колоссальное удовольствие Очень быстро пришло решение И вот такая среда Когда человек Ну, видите, как бы, да Темно Но жесткие лучи идут где-то с боков То есть такой прыгающий, играющий свет у нас будет По окнам А в финале В финале все же время сложное Не хочу заканчивать на непонятной цитате То есть, которую можно и так, и так понять Хочу однозначно, чтобы фраза Я верую И, как бы, вот эта вера У человека есть надежда всегда Субтитры создавал DimaTorzok Под помянут они А с добрым словом Нейте Ведь не помянут Люди Не помянут Бог Помянут Все персонажи Они живут, ну, как бы Какой-то странной жизнью Вот, ну, как будто Не настоящей Как будто Хотя Настоящей, в общем-то, страсти Происходят Это что, Соня Правильно говорит, что Надо жить Ну, жить-то надо Надо верить А в этой песне Мне кажется Нет вот такой Как бы Настоящей жизни Они так устали Все Устали И мне кажется И спектакль Максим Юрьевич Поставил о том, что Бить так просто Я люблю тебя Ты любишь меня Да? Нет Вот почему-то В жизни все перекручивается Я покушался на убийство Они меня не отняли Мне отдали И танцуют Значит, человек сумасшедший Они сумасшедшие Те, которые Приключили Как я сказал Чего-то вам не надо Прячут Мои тупости Свои безданы Свои убилищики Сердечи Я сумасшедший Они сумасшедшие Те, которые Выходят из корегов А потом Мамы Они все Отчаянно ищут любви Но никто Эту любовь дать не может Они все Чего-то требуют Требуют Чего-то все хотят Хотят Но сами Для этого Боятся даже Сделать Миллиметровый шаг И это, наверное Главная трагедия Не только этой семьи А вообще Вот этого Среза Который Чехов Так гениально скрыл И всегда, конечно Проще обвинить Кого угодно В ее отсутствии Товарища Женщины Которые на тебя Не смотрят Вместо того Чтобы поискать ответ В самом себе Надежда есть всегда Надежда есть в каждом В Елене В профессоре В докторе В дяди Ване В Соне Каким бы ни был Застроенный финал Нашим режиссерам Он все равно Как бы Дает луч Надежды Я думаю Без надежды Вообще жизни нет Мне кажется Это тоже Часть нашего Славянского кода У Макса Есть одна Большой плюс Он всегда берет Ему всякое попадалось Ему приходилось Работать в силу Того, что он Режиссер Должен уметь все Он умел Легкий жанр Этот Но его внутренний Вот этот метроном Заточен под Высокую классику Высокую драматургию И за это Ему низкий поклон Он в этом Пытается найти Какое-то созвучие Для нерва Сегодняшнего Всего остального Делает это Со своей определенной Удулью Молодецкой Как я это называю С ним Работать очень комфортно Я верю Верю Мы отдохнем Мы отдохнем Мы отдохнем Спектакль мне в целом понравился Работа актеров колоссальная проделана Сама история Она заставляет задуматься о многом Очень приятный спектакль Радостно, что наш молодой режиссер Копылов поставил По очень известному произведению И мне кажется Все получилось Зритель доволен А в репертуаре появился один прекрасный Еще спектакль Я бы вам сказал, что если человек Вы производите В дверь Ну вас появитесь Так очень сложно Вот здесь мне понравилось Они молодцы просто Действительно Превосходная игра была Актеров Мы очень довольны остались Смотришь спектакль И думаешь Какие же мы все несчастные люди Вот нет счастливых И тех, кто живет за счет других И тех, кто живет сам страдая Но понимаешь В конце, когда Вот этот самый последний Сонин монолог Что в принципе Если ты веришь Что ты все делаешь правильно Даже тогда страдает Человек более счастливый Чем тот, кто как бы не страдает Поэтому Соне спасибо Петрову Вообще Благодарность Просто все прекрасно Я считаю, что Чехов такой Необычный Может быть Очень современный Автор Где Трагические вещи Он Может очень четко Изложить С таким Сатирическим Таким оттенком Я считаю, что В этом смысле Это такая Вполне Очень современная Вещь Неделю назад Открылся 18-й фестиваль Театров Ульяновской области Лицидей 2024 Посвященный Году семьи В России Яркое открытие Почетные гости Лучшие спектакли И благодарные зрители В нашем Фестивальном дневнике Сегодня у нас сразу Несколько знаковых событий Мы Отмечаем Десятилетие Воссоединения Крыма Севастополя С Россией И сегодня мы Открываем 18-й Фестиваль Ульяновских коллективов Знаменательно Знаменательно Что Театальная карта У нас Расширяется К нам Приехали Друзья Из Херсонского Атласного театра Также Приехал коллектив Из Санкт-Петербурга Я уверен Что Все вы получите Удовольствие Мы с вами Вместе Получим удовольствие Посмотрим Остановку И замечать Коллективу Спасибо 2024 год Объявлен Годом семьи И наш фестиваль Посвящен Вкладу Артёрских Династий В развитии Театрального Искусства Региона В Театрах Ульяновской Области На протяжении Десятилетий Служат Выдающиеся Театральные Семьи Которые Посвящают Свою жизнь Служению Сцены Десятилетий Десятилетий У нас в Сибири почти в инстанции, а вы такой половинный, я уже князь. А я князю, он князь. О, пардонэ. Не садитесь, господа! Садитесь! Сегодня вашему вниманию в Ульяновском драматическом театре будет сыграно, представлен спектакль «Ханума» в акценте Цигарели, вот в моей постановке. Это будет играть перед вами Херсонский областной, русский, академический музыкально-драматический театр. Это одна из первых у них постановок больших. Они рождаются как театр при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также Министерства культуры Российской Федерации. Вот, и сейчас мы у вас здесь. Херсонцы счастливы, что они участвуют в таком фестивале, что фестиваль посвящен году семьи. Вот, и история говорит об этом. В этой истории будут все жениться, будут все бороться за любовь. Изумительная история, яркая, музыкальная, темпераментная, поскольку здесь все характеры самобытные, народные. Это такая площадная история, я надеюсь, перед вами в полной мере оживут картины перосмани. Я уже нередко присмотрелась, и симпатичная, и тактичная. Любой женщине надо знать, что фору-то, а мужчину вокруг пальца отливил. Нет, такой женщины он ловарит. Нет! Кто? Ты! А тут некогда мне с тобой шутки шутить, меня серьезные клиенты ждут. Я не шучу, я серьезно говорю, я сушусь такой, как ты, искала, какой мечтал. Ты мечтал? Ты о свободе мечтал? Кто повалил? Женатый мужчина, как птица в клетке. Если в клетке двое, это уже не клетка, это с гнистом. Это классика, это комедия, но надо ее сыграть так, чтобы мы не комичные были, а серьезные люди, у которых есть свои проблемы, и так получается в жизни, что это смешно для других. Комедию так играть надо, не бояться быть смешным, но на самом деле быть серьезным. Я играю окоп, это помощник, брат, купца Микича, который хочет выдать свою дочь за князя, чтобы получить герб. А я этому препятствую, потому что я хочу, чтобы моя племянница вышла за молодого красивого парня по любви, а не за день. А любовь – это чистое чувство, это самое искреннее чувство. Мы забыли, что такое любовь. Мужчины у нас перестали лазить в балконы, дарить цветы. Женщине хочется романтики, и мужчине хочется любви, потому что мужчина – это единица, женщина – это ноль, а вместе – это десятка. И когда есть семья – это десять. У нас год семьи, правильно? Желаем зрителю приятного просмотра. Хотелось бы показаться хорошо, понравиться. Ну, я думаю, все будет хорошо, с Божьей помощью, с любовью от зрителя, от нашей любви. И все, родится замечательный продукт, и вы сегодня его увидите. С САМОНУ! Сегодня мы открыли 18-й театральный фестиваль лецидей, который мы очень любим и ждем ежегодно в марте. И я полагаю, что сегодня наши гости произвели, конечно, яркое впечатление своей игрой, своим мастерством, а главное – постановкой. Потому что открыть фестиваль свадьбы – это точно к успешному фестивалю. А если бы тебя спросили, кто смелее всех на свете? Что бы ты ответила? Ну, дай подумай, сынок, дай подумай. Я бы ответила, что ты правильно. Откуда ты знаешь ее? Крошка енот был маленький, но очень храбрый. Мама, я буду осторожен. Ну, хорошо. Хорошо, сынок. Хорошо. 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 Сказка вообще душевная, красивая. Именно вот и хорошо, что она попала в этот наш фестиваль, когда год объявлен годом семьи. Вот вы видели сегодня реакцию зала, зрители принимали хорошо, и взрослые тоже. Нам это очень радостно, потому что мы работаем под девизом для спектакля для всей семьи. Я хочу отметить, что это Александра Филиппова поставил режиссер спектакля, актриса нашего театра. Это уже и четвертый спектакль в нашем театре. И с каждым разом ее постановки становятся краше и лучше. Это здорово. С 96-го года наш театр стал принимать участие в показах фестиваля «Лицидей». С 96-го года. Это уже достаточно много лет. Мы очень им это рады, что мы можем не только показать, но то, что мы можем посмотреть спектакли. У нас есть время посмотреть спектакли других театров, потому что они приезжают на площадки и к нам, и здесь в Ульяновск из Димитровада приезжают. Мы можем это увидеть, пообщаться со своими коллегами, со своими товарищами. И так как год семьи, ну, конечно, нужно отметить, что в нашем театре тоже есть три семейные пары. Так что мы тоже можем гордиться такими творческими, ну, не династиями, но семьями. Что же меня ждет? Впереди. Будто повзрослел. Я сейчас. Я иду один. Первый раз. Что же меня ждет? Впереди. Я иду в пруду. Я смогу уйти. Вот и спектакль, который мы назвали «Тот кто». И название выбрали не случайно, потому что он не только про крошку енота, а о его мане, о мамах всех персонажей, которые у нас есть в этом спектакле, о том, как нам нужна поддержка, чье-то заботливое плечо, стена, на которую можно опереться, в виде друзей, в виде родителей. И главная мысль, наверное, о которой мы хотели бы сказать, это «Ничего не страшно, если ты не один». Мы делали его достаточно в сжатые сроки, но была где-то в голове эта идея. И да, можно вспомнить сказку, и можно вспомнить мультик, и, конечно, и сказка, и мультик они совсем другие. Мы все-таки решили сделать маленьких детей, которые каждый сталкивается со своими какими-то проблемами и решают их не в одиночестве, а, опять же, вместе со своей семьей, вместе со своими друзьями. Очень здорово, что у нас есть этот фестиваль, потому что очень важно говорить друг другу, что мы стараемся, и у нас получается, что все это не зря, что мы друг у друга, опять-таки, есть, вот, и мы готовы друг друга поддерживать. Спасибо большое за возможность принимать участие в этом фестивале. «Какие уши? Какие у этого уши? Кого-то он мне напоминает? Напоминает? А если бы вас попросили назвать четверых самых больших ролей на свете, кого бы вы назвали?» «Кого-то он мне напоминает?» «Кого-то он мне напоминает?» Идея возникла после того, как мы поставили парочку мюзиклов у нас в театре, и мы поняли, что труппа у нас способна на некоторые пластические вещи, и мы решились на такой даже авантюрный шаг. Мы решили поставить драматический танцевальный спектакль, но мы все-таки его, вот он у нас не столько и люди танцуют, сколько все-таки играют. Меня вдохновлял Александр Сергеевич, вот, мук творчества не было совсем, это как-то оно само, вот совсем. Вот я слышу музыку, вот у меня сразу картинка мгновенно. Так бывает не всегда, я уверена, что если бы это был другой автор, такого бы не было. «Мы любим ульяновского зрителя, мы встречаемся с ним достаточно часто, в принципе, потому что мы находимся недалеко, и многие ульяновцы, в том числе, есть для нас какие-то премьерные спектакли, мы подготовили, да и наш зритель точно так же. Мы очень любим ульяновского зрителя, и вообще очень любим нашу ульяновцу. Спасибо всем большое! Сырян, ворки, я удачусь! Диплом в номинации «Театральная семья» Евгении Илье Костенкиным. Аплодисменты. Мадлини и Андрею Лазаревым! Аплодисменты. Скажите немножко о вашей творческой паре. Наша жизнь семейная началась с театра, потому что мы познакомились в театре. Ну, вернее, мы знакомы были раньше. Мы учились в одном учебном заведении в Институте культуры и искусств имени Матусовского в Луганске. Но уже более близко мы стали общаться именно, когда Андрей пришел на год раньше в театр. Он уже сезон проработал, а потом пришла я. И так вот, проработав еще три года, потом вот так у нас случилось. Мы создали семью, у нас родилась прекрасная дочь. И так вот, наш театральный ребенок тоже в театре с самого-самого рождения. Так мы живем, поддерживаем друг друга. Ну, самый главный цепь семейного творческого счастья – не разговаривать о работе дома. Ну, во-первых, несколько разные профессии, так скажем. Во-вторых, дома нужно отдыхать, заниматься домашними делами. Парта у нас очень много, на самом деле. Сегодня две получили, а так на сцене еще, наверное, штуки четыре остается. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анна Каренина – одно из главных произведений классической литературы о любви, о семье, о взаимоотношениях. И сегодняшний наш спектакль «Каренин» – это о том, как важна семья для каждого человека, о том, как страшны страдания, когда семья разрушается. И, наверное, самое важное о том, как здорово испытать в своей жизни великое счастье прощения. Наш спектакль нами любим, вот одна из ярких и главных премьер этого сезона. Очень радостно, потому что мы принимаем участие в прекрасном фестивале, который посвящен году семьи. Удачи нам! Удачи фестивалю! Зачем я шипал? Это с меня отщипали все перья, все галжа. Зачем я шипал? Да я, Серёжа, только кто виноват, что стал, и далеко не с отцом. Я только кто виноват, что сомневаюсь. Я только кто виноват, что не срочный, и не сильный, Серёжа. В рамках «Лицидея» мы играем спектакль «Каренин» по произведению Сигарева. Я исполняю роль Ландо. Ну, вот, как ты видишь, такой экстраординарной, экстравагантной внешности у меня за мою творческую практику ещё не было ни разу. Но я думаю, что, учитывая то, как зритель принимает спектакль, принимает работу Михаила Николаевича, принимает вообще в целом, я думаю, что спектакль получился. Зачем этот кондуктор пробежал по жалочке? Зачем они кричат, эти молодые люди в том вагоне? Зачем говорят? Зачем смеются? Всё неправда, всё неправда, всё ложь, всё в нос. Всё, всё, настоящее, настоящее, Боже, Боже, куда же мне? Туда, туда, на самую середину. И я накажу его, и избавлюсь от всех, и от себя. Разницы между актёрской семьёй или семьёй любых других профессий, на мой взгляд, не существует. Потому что всё зависит, грубо говоря, от людей, подходят они друг другу или нет. Почему так много актёрских? Я не знаю, наверное, их сталкивает какая-то магия театральная, такая своеобразная магия профессии, скажем так. Главное, жить душа в душу и верить друг в друга. Это обыкновенная семья театральная, ну, потому что, видимо, оба работают в театре, поэтому и семья театральная называется. Любовь, прежде всего. Ну, конечно, общие интересы, работа, репетиции, спектакли. Это даёт большую ответственность. Потому что, допустим, что-то мы можем и не досказать в театре, а только тебе всё расскажут. Ну, нельзя тут рецепт семейного счастья дать у каждого, но с вами. В моём случае это доверие. АПЛОДИСМЕНТЫ Фестиваль лицедей продолжается. О других участниках и о том, как прошли встречи с талантливым зрителем в Международный день театра, смотрите в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова